Коллеги, добрый день! Всем нам с вами хорошо известно, что школа ушла на время карантина в дистант. Организовывать учебный процесс пришлось совсем по-другому, и педагоги вынуждены проводить уроки в онлайне. Это непривычная для нас среда проведения урока. У нас нет прямого контакта с учениками, отсутствуют инструменты обратной связи, к которым мы привыкли, для проверки понимания, удержания внимания школьников. И быстро разобраться во всех нюансах проведения онлайн-уроков непросто. Мы это прекрасно понимаем, поэтому команда SmartKurs подготовила несколько коротких видео, которые посвящены простым инструментам, чтобы вы могли взять их в работу и уже со следующего занятия начать применять. Для вашего удобства каждому видео будет прилагаться описание или чек-лист, по которому вы можете пробежаться глазами в любое удобное для вас время. Итак, сегодня мы с вами поговорим про 11 способов создания рабочей обстановки в онлайне, потому что именно с этого и начинается вообще подготовка к нашему онлайн-уроку. От того, насколько мы подготовимся и будем чувствовать себя на этом занятии, во многом зависит эффект его проведения. Итак, первое. Выбираем удобное место и позу. Место, чтобы все у вас было под рукой, вы могли свободно жестикулировать, брать материал, который вам необходим. При этом спина ваша была ровная, потому что все занятие приходится проводить фактически в статической позе, поэтому место и поза – это очень важный момент, и он у нас первый. Второе. Позаботимся об освещении, потому что от того, как падает свет на ваше лицо, насколько яркая картинка у школьников в мониторе, зависит, как долго они могут быть вниманием именно на вашем изображении в галерее. Третье. Делаем так, чтобы во время созвона ваш взгляд был направлен на центр экрана. Вот так, как смотрю сейчас на вас я. Потому что если мы ставим камеру чуть ниже и смотрим как будто бы сверху вниз, это увеличивает и так достаточно большую дистанцию, которую мы во время онлайн-занятий имеем с ребятами. Четвертое. Ставим на рабочий стол воду. Простой стаканчик воды, чтобы в любой момент, когда нам хочется выпить воды или немножечко сфокусироваться, чуть-чуть концентрироваться на себе, собраться с мыслями, сделать маленький глоток. Как показывает практика, кофе или чай – это напитки, которые по-разному влияют на разные организмы, поэтому мы рекомендуем пользоваться водой. Пятый пункт. Одеваемся так, как мы одеваемся в классе. Это создает наш настрой, нашу привычную собранность на контакт. И ребята сразу же, видя нас в своем таком привычном образе, погружаются в процессы образовательные. Кладем часы в видимой зоне, это наш шестой пункт, так, чтобы вы во время урока всегда могли, слегка отведя взгляд, увидеть, сколько сейчас времени, на каком этапе урока вы уже находитесь, и соотнести это с планом урока. Седьмое. Распечатываем или пишем план урока и кладем его перед собой, так, чтобы нам не пришлось перещёлкивать окна на экране монитора, потому что любой пункт, что-то пошло не так, начинает нас выбивать из колеи и тратить драгоценное время и так небольшого онлайн-занятия. Обязательно ставим на зарядку телефон или ноутбук, чтобы во время проведения урока ваш гаджет в это время заряжался и не пришлось столкнуться с форс-мажором, что занятия вынуждены закончить просто потому, что батарея неожиданно быстро закончилась. Десятый пункт. Прошу прощения. Девятый пункт. Проверяем звук и свет перед каждой сессией, перед каждой конференцией, потому что из-за каких-то непонятных технических нюансов может оказаться так, что несмотря на то, что час назад всё работало и всё было нормально, через час по какой-то причине что-то отказало или изменился свет в силу погодных условий и вас уже не так видно, вы уже достаточно темно выглядите, нужно что-то немножечко поменять и сонастроиться. Итак, десятый пункт. Выключаем телефон, ставим его на беззвучный режим, чтобы в то время, пока вы ведёте онлайн-занятия, телефон никак вас не отвлекал, но есть ощущение, что этот пункт хорошо вам знаком по обычной школьной жизни. И одиннадцатый, завершающий пункт нашего дня сегодня, на случай форс-мажора. Подготовьте такое сообщение, которое вы в начале занятия скажете ребятам, что нужно делать, если неожиданно прервалась связь или случаются какие-то технические нюансы, кто-то начинает как-то отставать. Дайте им как будто бы два формализованных сигнала, которые и вы можете подать, и они вам, в случае, если что-то пошло не так. Итак, сегодня мы с вами поговорили про 11 способов создания рабочей обстановки в онлайне. Мы будем очень признательны за ваши комментарии к видео и вопросам, которые вас на тему проведения онлайн-занятий очень волнуют. Тогда мы сможем и дальше быть вам полезны. Спасибо.